У вас на что такое алфавит? Алфавит это буквы расположены по порядку. Сколько букв в русском алфавите? Тридцать три. Сколько гласных букв? Десять гласных, а двадцать один согласных. И две буквы не дают звука. Отлично! Молодец! Шикарно! Теперь скажи, пожалуйста, чем отличаются гласные звуки от согласных? Гласные звуки при приношении воздух не встречают препятствий. А согласные буквы воздух встречают препятствий. Молодец! Какие препятствия встречают звуки? Зубы, язык и губы. Молодец! Отлично! Хорошо! Осман, как переносит слова на другую строчку? По словам. Какое правило там есть для переноса слов? Одну букву оставлять нельзя. И одну букву? И одну букву переносить нельзя. Хорошо! Скажи, пожалуйста, на какие вопросы отвечают слова, которые обозначают действие предмета? Действие? Что делать? Молодец. Слова, которые обозначают признак предмета, на какие вопросы ответят? Какой, какая. Отлично. Слова, которые обозначают предмет. Кто? Что? Молодец. Я сейчас буду называть слова, и ты из этих слов должен будешь найти слово, которое обозначает действие предмета. Напомни, пожалуйста, действие предмета на какой вопрос отвечает? Действие предмета. Молодец. Говори громче. Итак, я называю слова. Например, шкаф, красивый, компьютер, учится, флаг. Учится. Молодец, хорошо. Скажи, пожалуйста, какие знаки припинания ты знаешь? Знаки восклицательные, точка, запятая. И вопросительный знак. Хорошо. И запятая. Да. Я сейчас назову тебе несколько предложений, произнесу несколько предложений. И ты, пожалуйста, узнай, какие знаки припинания в каком предложении нужно ставить. Хорошо? Так. Мы сидим на уроке. Какой знак припинания нужно ставить? Да, мы сидим на уроке. Молодец. Хорошо. У меня есть голубой, красный, зеленый и фиолетовые шарики. Какой знак? Запятая. Молодец. Отлично. Ура! Я наконец-то сдал экзамен. Облицательный знак. Хорошо. Только говори громче. Хорошо? Хорошо? Я слышала, что есть такие буквы, которые называются етированными. Пожалуйста, перечисли. Е, Е, Ю, Я. Из каких звуков состоит буква Я? Е, А. То есть их краткое А. Из каких звуков состоит буква Е? Е, Э. Е, И. Хорошо. Ю. Е, У. Ё. Е, О. Отлично. Вот скажи, пожалуйста, на письме через Е, А, то есть их краткое А, их краткое У я могу писать? Нет. То есть это то, что мы слышим, фонетика наша. Скажи, пожалуйста, как мы обозначаем звуки на письме? Вот в квадратных скобках или круглых? Квадратных. 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 Молодец. Хорошо. В каких случаях эти звуки дают два звука? Всегда дают два звука или у них какие-то правила есть? Правила. Какие? Е, Е, Ю, Я, А, Н, Я, Т, В, М, У. Это две звука, трех позиции. Первое вначале слово, второе, если перед ним встает твердый знак или мягкий звук. А третье, если перед ним встает гласный звук. Отлично. Гласная буква. Молодец. Отлично. Хорошо. Хорошо. И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, какой звук определяет слог? Гласный или согласный? Согласный. Так. Хорошо. Еще чем отличаются гласные от согласных? Согласные. Гласные звуки. Падут ударения. Еще. Гласный звук определяет слог. Молодец. Отлично. Хорошо. Разберем характеристику буквы Л. Хорошо? Буква Л. Звук какой у буквы? Л. Молодец. Это буква гласная или согласная? Согласная. Парная или непарная? Непарная. Она звонкая или же глухая? Она звонкая. Какая звонкая? Сонорная. Правильно? Хорошо. Давай разберем тогда в таком случае букву Ш, к примеру. Скажи, пожалуйста, буква Ш какая? Она глухая. Она парная. Молодец. Молодец. Звонкая или же... Блухая. Да, ты сказал. Твердая или мягкая? Всегда твердая. А буква Л какая? Л. Может быть? Мягкая и твердая. Расскажи, пожалуйста, какие же гласные определяют твердость согласных? А, У, О, У, Л, Э. Какие гласные определяют мягкость согласных, то есть гласные второго ряда? Я, Е, Ё, Ю, Ю. И. И. Хорошо. Перечисли мне, пожалуйста, сухие участки. Лес, сад, горы, лу, поля, пустыни. Хорошо, молодец, отлично. Скажи, пожалуйста, самая высокая гора в мире? Кималай. Самый большой лес в мире? Амазон. Самая большая пустыня в мире? Сахара. Самый холодный континент в мире? Антротида. Правильно. Самый жаркий континент в мире? Африка. Африка. Хорошо. Водные участки земли? Водные участки земли, море, река, озеро, водопад. Хорошо, отлично, достаточно. Самый большой океан в мире? Самый большой океан в мире? Тихий океан. Правильно. Самое большое море в мире? Филиппинский море. Конечно, самое соленое море в мире? Красное. Так, самое большое озеро в мире? Самое большое озеро в мире? Самое большое озеро – это Каспийское. Правильно, хорошо. Самый высокий водопад в мире? Амхель. Молодец. Самая большая, вернее, длинная река в мире? Длинная река. Молодец, молодец. Скажи, пожалуйста, что такое глобус? Глобус – это наш умничтожитель, модель земли. Хорошо. Наша Земля, планета Земля, она какая по счету? Пятая, вторая? Третья. Третья, правильно, от Солнца. Скажи, пожалуйста, Солнце крутится вокруг Солнца или планеты вокруг Солнца? Планеты. Вокруг Солнца. Правильно, хорошо. Сколько всего планет? Всего 8 планет. Хорошо, молодец. Скажи, пожалуйста, сколько месяцев в одном году? В одном году 12 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, наяву. Отлично, хорошо. Перечисли мне, пожалуйста, летние месяца. Летние. Зима. Нет, летние месяца, перечислик. Июнь. Июнь, июль, август. Отлично. Осенние месяца? Осенние. Июль. Нет, осенний. Сентябрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Хорошо, достаточно. Так, сколько дней в одной неделе? В одной неделе 7 дней. В понедельник. В понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Если сегодня вторник, то вчера какой день был? Вчера. Ага. Сегодня вторник. Вчера какой день был? В понедельник. Как, как? В понедельник. Если сегодня вторник, то завтра какой день будет? Завтра вторник, среда. Какой день? Среда. Молодец, хорошо.